Как же необычные и непредсказуемые бывают пути и перекрестки человеческой жизни. В этом мы увидели на самом обыкновенном родительском собрании и самой обыкновенной Саратовской школе номер 72. Итак, выслушав жалобу классного руководителя Гнатоли Штусы, ученик 6 класса на уроках места занятий, рисует карикатурный педагогов, Мама сказала, я каждый день ему говорю, ты должен быть лучшим, твоя фамилия Гайваронский. Интересно подумали ли мы, а чем же известна эта фамилия? Борис Александрович Гайваронский родился 9 декабря 1932 года в городе Энгельс, Саратовской области. А помог ему появиться на свет знаменитый на весь Энгельс врач-кушер Абрам Кассий, отец известного советского писателя Льва Кассий. Родился в 1932 году в Энгельсе, Саратовской области. Через 8 лет школа, еще через 10, Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Еще через 5, конструкторская работа на Узловском морсоводе и АДС в городе Викловая, Польский урок. Рисовать его дедушку любил с детства, но занимался этим всякой системой. Не посещал ни кружков, ни судей, да их и не было под рукой. Он обожал плакаты и рисунки до военных, к военностям, после военных лет в исполнении Бориса Ефимова, укрениксов и других блоков карикатуры. Начиная со старших классов, члены редколлегии стенных газет. Особенно интересным и полезным было участие в институтской ежемесячной сатирической газете «Сигнал». В этой газете в лучшем 3, даже 4 ватминских листа с помощью карикатур, стихов и японских басек случалась очень серьезная и рискованная картинка. Не только студентов и преподавателей, но и руководство вузов генеральских погод. Детские военные годы совпали. Тяжело было на фронте, не легче было в ФТО. Гораздо позже, будучи взрослым человеком, Борис Александрович расскажет об этом времени в трогательных миниатюрах. Как мало слов и как огромный объем чувств в этих скупых строчках. Класски. В немалимое время все дальше в прошлое, отодвигая тяжелые годы, когда небывалые испытания в Великой Отечественной войне свалились на наш народ. Уходят ветераны войны и тыла. Те, кто были в то время детьми, сами становятся ветеранами. И хочется, чтобы, возможно, больше челпочек в детали той жизни, даже очень небольших, сохранилась. Мне было мало ли тогда. Она, как детскую память, так глубоко обрезалась в том, что я видела во время войны в небольшом городе Макси. Осенне порой нас, школьников, посылали в горный отбор колосков проса, обороненных при уборке урожая. Работали вдохновенно, относясь к этому серьезно, как к военному заданию. Ведь кто-то говорил, что из этого проса создают пшено и отправляют нашим бойцам на фронт. Все для фронта, все для победы. Это был не просто лозунг, а правда, дошедший до сердца каждого, как взрослого, так и подростка. Но получалось так, что власти решили оставиться в собранной школе. Теперь по большим переменам ученики рассаживались вдоль столов в актовом зале. Каждый получал небольшую порцию пшеной каши, размазненной с поселочком хлеба. Дети ощущали заботу о себе и в то же время сознавали, что каша добыта своими руками. Как вкус и недорог был этот обед. Орган. В нашем городе находилась ветеранская церковь, а в ней Орган. Говорили, что он был один из лучших в Европе. Мой путь из школы к дому проходил мимо этой кирки. Однажды предо мной перестала такая картина. Небольшая боковая церковная дверь была взломана, и какие-то люди выволакивали через нее наружу странные предметы, похожие на бревна. От бревеных отличалась шестигранная форма и отделка красным деревом. Из церкви слышался в будке грохот чего-то тяжелого, падающего с большой высоты. Зайдя внутрь, я понял все. Ломали Орган. Я будто присутствовал при казне, вернее, при чудовищном убийстве. Еще оставалась передняя часть клавиатуры. За клавиатурой находилось помещение, где были смонтированы звуковые трубы разной длины. От полуметра до двух-трех метров. Вот эти-то трубы и выламывали и сбрасывали на пол с балкона. Кто-то возился в клавиатуре, сумев извлечь из умирающего органа какие-то звуки. Это были прощальные звуки божественного инструмента. Общую картину дополняли торчащие из его чрева порванные свинцовые трубки. Люди поднимали сброшенные трубы только столько, сколько удавалось взвалить на плечи, и торопились вон. Потрясенный, я обратился к дядьке с трубой на плече. «Зачем вы это делаете?» Дядька ответил. «Чудак, печку топите!» Когда местные власти спохватились и прибыла милиция, спасать было уже нечего. Сгорев в печках, орган дал людям маленький кусочек тепла, но при этом безвозвратно сгорело что-то неизмеримо большее. В огне войны сгорали дома, судьбы, надежды, человеческие жизни безвозвратно. Но несмотря на войну, лишения, голод и холод, жизнь продолжалась, продолжалась учеба. Теперь уже в Петровске, в мужской школе номер 3. Воспоминания о ней Борис Александрович принесет через долгие годы. Я гляжу на фотографии нашего 10-го класса. Мы были детьми войны. Успев в мирное время закончить первый класс, второй класс, мы пошли уже в другой год. Мы жили со стороной под бои сирен, роскошные тревоги, под сводки САВИнформбюро. Мы мерзли в нескончаемых очередях заклеивания. Мы с надеждой выглядывали. Не идет ли печатальон, несущий кому-то добрую верь, а кому казенную бумагу с бедой. В классах мы сидели в верхней одежде, а после войны многие ходили в отцовских шинелях, телогреках и сапогах. Через 5 лет после войны мы сдали экзамены на аттестат зрелости. Отгуляли в женской школе, упустанные валки, оплаченные каждой своей мечтой, стремились кто куда. В Венекрасе институт инженера железнодорожного транспорта. Еще через 5 лет конструкторская работа в Мазовском машинозаводстве и АДС в городе Забайка из полности. Мамы заводстве, меня и мои друзья, доставляли рисунки мелкого, частного, всеминутного характера. Разных поводов, возникающих в нашей жизни. Эти наброски были не до печати, а просто так, до души, или до смеха, или на память. В совет у кого-то из ребят я стала сохранять и собирать папку схематичные рисунки, сделанные порой на случайных мочках бумаги, как говорят, на салфетках. Если личность творческая, то вдохновение распространяется на многие-многие сферы жизни. Поэтому появляются у Бориса Александровича карикатуры на злого дня, дружеские шаржи на деятели культуры и искусства, иллюстрации к литературным произведениям и кинопильмам. С 1994 года, до самой смерти, мой дедушка проживал в Киеве-Ленинской, Ингельского района, Саратовской области. Будучи на пенсии, продолжал свою творческую деятельность. Он рисовал карикатуры, писал статьи в Ингельском логическом наше слово, в которой когда-то работал членом редакционного совета его отец, Александр Семенович Леворосов. Все, кому посчастливее узнать Бориса Александровича, работать с ним или хотя бы изредка встречаться, отмечают его огромное обаяние, острый лун, широкую эрудицию и тонкий искрометный юмор. С этим добросердечным и озывчивым человеком всегда будет более интересным, вспоминается ли. Мы добавим богатые земля Саратовская, талантливыми, яркими, неординарными людьми. И очень важно, чтобы память о них сохранялась не только в семьях, но и в сердцах земляков.